Город Владимир, столица Руси 12-13 века, один из городов Золотого Кольца. Многие туристы сюда приезжают и смотрят памятники ЮНЕСКО. Но на самом деле есть что посмотреть здесь еще и в потаенных уголках. Сегодня проведу вам и покажу самые необычные места, как мне кажется. То есть увидите Владимир глазами местного гида. Меня зовут Александр Варламов, я провожу экскурсии по Владимиру и по Суздалю. Пойдемте смотреть Владимир. Золотые ворота, одна из достопримечательностей города. Памятник ЮНЕСКО 12 века. И вот видно, что в основном они выложены были из белого камня, но со временем перестроены. В частности, вот этот барабан, над которым сейчас работают, был выстроен в начале 19 века. Обычно от Золотых ворот большинство гостей города идут прямо по улице Большой Московской, но мы пойдем другим путем. Рядом с Золотыми воротами сохранился фрагмент оборонительного вала 12 века. Его называют Козлов вал. Эти земли когда-то принадлежали купцу Козлову. Можете посетить водонапорную башню. Сейчас здесь находится музей Старый Владимир. А рядом, вон там, есть смотровая площадка. Туда мы и отправимся. Кстати, водонапорная башня тоже стоит на фрагменте Старого вала. Вот здесь смотровая площадка. Место называется Спасский холм, потому что вот это церковь Спасская. А здесь по соседству есть кафе-блинчики. Можно здесь перекусить, попить чаю с блинами. Кстати, блины это по сути русский фастфуд. И ели их раньше люди практически в любое время, не только на Масленицу. Ну и на улицах тоже разносчики продавали блины. Здесь есть памятник Владимирской вишни. И может быть вы даже знаете, что есть такой сорт. Знаменитая Владимирская вишня. По соседству Патриарший сад, где, как говорят в 19 веке, выращивали вишню и отправляли к Патриаршему столу. Здесь открывается панорама на Успенский Дмитрийский собор Владимира и на историческую часть города. Смотрите, дальше вот этой смотровой площадки можно пойти по пешеходной улице. Называется она Георгиевская. Либо можно сразу выйти на Большую Московскую. На Георгиевской улице есть несколько памятников. Например, памятник пожарному. Вот у этого даже есть насос, можно покачать. Здесь сохранилось интересное здание родильного приюта 1901 года постройки. И сейчас здесь детский сад. На самом деле в центре Владимира сохранилось много интересных зданий. Про все в одном видео и не расскажешь. Лучше приезжайте на экскурсию. Я и мои коллеги проводим живые экскурсии. И вот это все с вами рассмотрим и про это поговорим. Еще один дом. Сейчас это жилой дом. Постройка 1905 года. Улица Спасская. И вот обратите внимание, здесь изображена маска. В начале 20 века здесь находился электротеатр, который назывался Модерн. Был еще один, назывался он Ампир. Так вот как раз эта маска напоминание о том, что когда-то здесь был электротеатр, ну или синематограф по-другому. Выходим на улицу Большую Московскую. Вот это здание было построено в 50-е годы для работников граммофонного завода. Но еще в начале 20 века на этом месте был храм. А вот с правой стороны очень много разных заведений, кафе и ресторанов. Здание конца 18 или начало 19 века. Здесь Большая Московская 16 и есть арка. Проходим в эту арку и сейчас я вам кое-что здесь покажу. Здесь есть бесплатная парковка, где можно оставить машину. Впрочем, мест здесь хоть много, но вот сейчас свободных я пока не вижу. Так что, как повезет. А нам надо направиться вон туда. И вот тут, обратите внимание, вот такой вот есть интересный уголок. Интересное здание с кладкой из красного кирпича. Да, тут уже какие-то современные вставки появляются. А ребята взяли и сделали комнату из конца 90-х, начала 2000-х. Вот лежат парни, играют в Дэнди и на стенах плакаты того времени. Да, в общем, если знать, куда заглянуть, на что обратить внимание, это всегда интересно. Сейчас покажу вам еще две интересных локации. Вот здесь есть кафе, называется 22А. Очень хороший рейтинг у него. И если вы вегетарианец или уж тем более, упаси бог, веган, то вам надо пройти вот сюда. Очень хороший вегетарианский ресторан Веджи Брос с прекрасными рейтингами, однозначно рекомендую. Это Большая Московская 20. Вот здесь у них вход. По соседству напротив тоже интересное заведение в Франке. Пиццерия. Также одно из мест, где можно хорошо покушать с хорошими рейтингами. Идем дальше по улице Большой Московской. И у нас есть два варианта. Либо туда отправиться, либо пойти сюда и сразу за этим зданием повернуть за угол. Начнем отсюда. Здание старой аптеки построено в 1805 году. Сейчас здесь находится музей. Старая аптека. И вот памятник аптекарю, у которого очень часто туристы натирают нос. Буквально за две недели ему нос отполировали. И появилось поверье, что если ему нос натереть, то насморка не будет. Впрочем, некоторые тут и бутылочки натирают, а некоторые даже и грудную клетку. Музей старая аптека работает ежедневно, кроме понедельника. Давайте заглянем. Я вам покажу. Очень хорошее кафе здесь, кстати, есть. Туда сейчас тоже и нырнем. Да, музей это здесь. Здесь касса. Здравствуйте. А налево кафе. С самыми вкусными десертами в городе Владимире. А уже на выходе из старой аптеки советую отправиться вот сюда. Можно заглянуть в храм Георгия Победоносца. Постройки XVIII века. Но в основании этого храма сохранился булыжник XII века. Когда-то здесь был храм Георгия Победоносца, построенный еще при Юрии Долгоруком. По преданию, в этом храме был похоронен брат Александра Невского, Федор. А рядом с храмом есть действующая кузница потомственных кузнецов. Здесь проводят экскурсии и мастер-классы. Вот эти все скульптуры из металла были выкованы кузнецами бородиными. Как-нибудь, кстати, надо к ним заглянуть и снять отдельное видео. Если вам было бы интересно, то расскажите об этом в комментариях. Выходим от кузницы Бородиных на Большую Московскую. Видим табличку, что когда-то здесь родился Михаил Петрович Лазарев, первооткрыватель Антарктиды. А потом направляемся вот на этот пешеходный переход, чтобы найти неочевидную достопримечательность города Владимира. Здесь по улице Девической мы идем в самый низ. И нам надо добраться до Княгининого монастыря. Вон он там виднеется. Пока идем, проходим еще несколько кафе-ресторанов. Здесь, кстати, с этой стороны в торговых рядах тоже есть несколько интересных кафе. В общем, читайте рейтинги. Я вам тут не советчик. Меня часто спрашивают мои туристы, в каких ресторанах вкусно кормят. Но, во-первых, я не бывал во всех ресторанах. А, во-вторых, на вкус и цвет. То есть я порой слышу про одни и те же места совершенно противоречивые отзывы. А бывает так, что еще один ресторан у другого повара переманивает. Вот, кстати, гастробистро Лаки Дак. Тоже многим нравится. В самом низу улицы Девической находится свято-успенский княгинь-женский монастырь, основанный в 1200 году. И немногие туристы сюда добираются. Но вот, по моим ощущениям, это такой уголок Суздаля в центре Владимира. Очень уютная и ухоженная территория. Это действующий монастырь. Монахинь здесь чуть больше 20. Очень важный момент. Здесь, на территории, есть бесплатный туалет. Главная достопримечательность монастыря – это Успенский собор, построенный в 16 веке. Внутри собора сохранились фрески 17 века работы московского мастера Марка Матвеева. В прекрасном состоянии. И тут можно рассмотреть еще одну фреску «Страшный суд». Многие знают во Владимире Успенский собор, который находится на Соборной площади. И «Страшный суд» Андрея Рублева. Та фреска была написана в 15 веке, ну а вот эта фреска – 17 века. Очень рекомендую этот собор для посещения. Интересный и важный исторический факт. В этом монастыре была похоронена первая и вторая жена Владимирского князя Всеволода III по прозвищу «Большое гнездо». И также первая и вторая жена Владимирского же князя Александра Невского. И вот смотрите, здесь рядом с Княгининым монастырем есть такая вот как бы потайная дверь. И на самом деле это тоже бывшая территория монастыря. Но в советские годы вся эта территория называлась рабочий поселок имени Воровского. И вот эти дома – бывшая монастырская территория. А сейчас это улица, которая называется Княгинин монастырь. Советую сюда заглянуть, увидите здесь домики со ставенками. И очень важный момент по поводу парковок. Вот парковаться можно везде, где не запрещено. И также на платных парковках. И одну из таких парковок я вам сейчас покажу. Это улица Дивическая, мы по ней проходили. А вот это улица 2 Никольская. Здесь есть подземная парковка при торговом комплексе «Торговые ряды». У торговых рядов тоже есть парковка. Но та, которая в подвале, она стоит дешевле и первый час бесплатно. Здесь супермаркет «Перекресток» на первом этаже. Но и наверху есть «Детский мир», «Читай город». Вот торговый центр. Его, кстати, можно пройти насквозь. И снова оказаться на улице Большой Московской. Кстати, вот эта часть торговых рядов, она сохранилась с конца 18 века. Нам об этом напоминает табличка. Вот она здесь. Та часть с парковками современная. Ну, а здесь все сохранилось с конца 18-го, начала 19-го века. И тут вдруг видео я прервал. Ко мне подошла моя подписчица. Тысяч в Инстаграме, 300 тысяч в Ютубе. Вы давно меня не видели. А в «Контакте» немного. Вот, я только в «Контакте», да. И напротив торговых рядов еще одна секретная локация. Доходим вот до этого здания Большая Московская 40, если я не ошибаюсь. Такая вот есть старая дверь. Дверь современная, но нам надо то, что за этой дверью. Здесь наверху сохранилась такая вот интересная розетка. Такие навершия полуколонн. И вот здесь вот на выходе из парадной вот такой женский лик. Ну, а там офисы в прекрасном здании 19-го века. Так, выходим. Здесь дом пряника. Очень вкусные пряники. Кстати, советую. Большая Московская 42. Ну, а вот это здание, вон оно едва выглядывает. Знаменито тем, что когда-то здесь родился диктор всесоюзного радио «Левитан». Правда, дом, где родился и жил Левитан, не сохранилось. Известно только лишь это место. И во время экскурсии я спрашиваю людей, помнят ли они, как звали диктора Левитана. Самая популярная, неправильная версия, что его звали Владимир. На самом деле Юрий Борисович Левитан. Сейчас здесь в современном здании гостиница Левитан. Далее мы идем по мосту, который отделяет Владимирский Кремль от не Кремля. Да, во Владимире есть Кремль. Просто многие ожидают, что это должна быть какая-то мощная кирпичная или каменная стена. На самом деле первую крепость называли Кремлем. Вот этот вал, ну или то, что от него осталось как раз с 12 века. Ну а вот тут внизу ров, который отделял территорию Кремля от территории не Кремля. Далее мы проходим бывшее здание городской думы 1907 года. Постройки архитектора Ревякина. И на противоположной стороне здание Сбербанка, которое было выстроено в 90-е годы. И вот здесь на Соборной площади два собора 12 века. Успенский собор 12 века с колокольней 19 века. И вон там вдали Дмитриевский собор, который был построен в конце 12 столетия. О Владимирских соборах уже было видео у меня на канале. Вот здесь сейчас появится подсказка, можно посмотреть. Ну а если вы хотите узнать о соборах по-новому, напишите об этом в комментариях. А я вам сейчас расскажу одну байку. Здесь по соседству с Успенским собором есть памятник иконописцу Андрею Рублеву. Как раз он расписывал своду Успенского собора. И вот про него говорят, что на самом деле поставили его в этом месте не просто так, а для того, чтобы он писал с натуры Владимира Ильича Ленина, который позирует ему напротив. Ну это, конечно, байка, но довольно забавно получилось. Многим гостям города, да и самим Владимирцам Успенский собор обычно вот знаком отсюда, но есть очень хорошее место, откуда его можно сфотографировать. Надо пройти вот через этот парк. Я иду сейчас через парк Пушкина, и тут очень красивый вид открывается на старый город Владимир. Так что рекомендую здесь прогуляться и дойти до смотровой площадки, которая находится вон там. Здесь монумент был установлен в честь 850-летия переноса столицы из Киева во Владимир. Владимир-Креститель едет на коне, и вот отсюда любуемся Успенским собором. И здесь очень четко видна и доминирует именно часть 12 века. Как я говорил, колокольня была пристроена несколько позже. Здесь со смотровой площадки открывается вид на реку Клязьма. Когда-то Владимир назывался Владимир на Клязьме. Туда Москва, туда Муром и Рязань, ну а туда Нижний Новгород. Я думаю, что пока хватит для экскурсии по Владимиру. Если интересно отправиться и дальше, напишите об этом. Будем снимать второй выпуск такой пешей экскурсии по центру города. Спасибо вам за внимание. До новых встреч!